Кончился до начала дождя. И поэтому он хотел, чтобы ему возвратили деньги. Много денег. И поэтому Нахдимон идет снова в храм. И он молится. И внезапно начинает светить солнце. И потом римский генерал говорит, хорошо. И он принимает этот дождь в качестве оплаты. Это был очень набожный и очень мудрый советник в Иерусалиме, как говорит нам Талмуд. И это тот Никодим, которого мы можем найти в Иоанна 3 главе. И поэтому Никодим спрашивает, хотя в действительности он делает уже заявление, утверждение. И Иешуа понимает, что за этим утверждением стоит вопрос. И говорит, что ты должен быть рожден свыше, для того, чтобы увидеть царство Бога. И это озадачивает Никодима. И также я предполагаю, что большинство из тех людей, которые рассказывают эту историю, не понимают, почему это так озадачило Никодима. И также в древнем иудаизме, Раввины понимали, что есть шесть различных способов, с помощью которых можно родиться заново. И они не только знали о таком факте, они также знали шесть способов, как родиться заново. И поэтому рождение, новое рождение, это не озадачило Никодима. И вот этих шесть способов, чтобы родиться заново. Когда язычник становился евреем, то он или она, они считались, как теми, которые родились заново. Он или она первоначально были язычниками. И теперь вдруг он или она рождаются как евреи. И Никодим не был язычником. И он не мог родиться в таком плане. Второй способ, с помощью которого человек мог родиться заново, это чтобы стать царем. Потому что вначале он был рожден не в качестве царя. И теперь он рожден как царь. И нет никакого указания на то, что Никодим исходил из царской семьи. И поэтому он не мог быть рожден в этом смысле. Но он также мог быть рожден заново, исходя из тех четырех остальных способов, которые знали раввины. Первый из. Когда ребенок проходил бар-митсву. Потому что до бар-митсвы он был ребенком. После бар-митсвы он рождался как взрослый. Никодим уже прошел это. Второй способ, это посредством брака, вступления в брак. Потому что человек был рожден неженатым, незамужним. Большинство людей рождаются неженатыми. И посредством брака он рождается заново как муж или как жена. Being a member of the Sanhedrin, a member of the Sanhedrin, также быть членом Синедриона. Никодимус was married. И Никодим был женат. The third way in which a person could be born again is to become a rabbi. Это в том, чтобы стать раввином. Because at first you were not a rabbi. Потому что вначале вы не были раввином. And then after all the years of study you were born again as a rabbi. И затем после всех лет обучения вы рождаетесь, вы рождены как раввин. Никодим был раввином. Он был рожден в этом плане. Now the fourth way to be born again that Nicodemus could have qualified for is to become the head of a rabbinic school. это стать главой школы раввинов. Because before you were not the head of a rabbinic school. Потому что до этого он не был главой школы раввинов. And now you were born again as the head of the rabbinic school. И потом он смог бы родиться как глава школы. Now how do we know that Никодимус was the head of a rabbinic school? Каким же образом мы знаем что Никодим был главой школы раввинов? Because Yeshua identifies himself identifies him as this. И потому что Ишуа относит его и говорит о нем. When Yeshua asks him the question Ишуа задает ему вопрос Are you a teacher or rabbi of Israel? Are you a teacher or rabbi of Israel? The text doesn't say quite that. И в тексте не совсем это написано. И Ишуа в принципе сказал ему Are you the rabbi or teacher in Israel? Ишуа делает особый акцент на то что он является являешься ли ты особенным учителем или раввином Израиля? In other words he was the head of a rabbinic school. Или другими словами он был Никодим был главой раввинистической школы. So Nicodemus had been born again in four different ways. И поэтому Никодим был рожден заново четырьмя способами. At least all the ways in which he could be born again. Или по крайней мере все те способы которые только можно отнести к нему. That's why he asked the question. И это то почему он задал такой вопрос. Does a man have to crawl back into his mother's womb and be born? Должен ли человек возвратиться в чрево своей матери и родиться заново? That's the only way he understood to go through the process of being born again one more time. Это был единственный способ как он мог понять процесс рождения заново в свое время. Иешуа понял этот вопрос. Which is how can a man be born again when he is old? или как человек может быть рожден когда он стар? He's already gone through all these ways of being born again. Когда он уже прошел через все эти процессы рождения заново. So Yeshua answers him clearly. Иешуа говорит ему четко и ясно. He says you must be born of water and of spirit. И говорит ему ты должен быть рожден от воды и от духа. And now Nicodemus has his answer. И теперь Nicodemus получил свой ответ. And we all understand what that answer is very clearly don't we? И мы также понимаем что этот ответ очень ясен. But do we? Понимаем ли мы? We'll find out after the break. После перерыва узнаем. He just didn't understand how to do that when he was old. И он просто не понимал как это возможно когда он уже стар. Must he start all over again? Должен ли он начать заново? So Yeshua told him you must be born of water and of spirit. Ты должен быть рожден от воды и от духа. Now what did he mean? И что имеет он в виду? Some people say you must be born of water which represents God's word. Некоторые говорят что он должен был быть рожден от воды которая представляет слово Бога. And also be born of the spirit of God. Some people say you must be born of water which represents being born physically. And then you must be born of the spirit which means we must be born spiritually. Are these some things that you have heard? Have you heard any others? What have you heard? you must be born through water which represents baptism and you must be born through the spirit of God. All very good answers. Do you have another one? Good. As I said all these are good answers but none of them are right. Yeshua tells us something if we listen carefully. He says to Nicodemus you are the teacher of Israel and you don't understand what I'm talking about? Now what should Nicodemus have understood as the teacher of Israel? Just this. That what Yeshua was telling him was already in the Torah and the prophets. He should have known these things as the teacher of Israel. Now where was this found in the Torah and the prophets? Actually it was found in the prophets. But to help you discover where it's found let me tell you what Yeshua actually said. Now remember although Yeshua was speaking in Hebrew John wrote these things down in Greek. and in Greek what Yeshua said is something very significant. It's very important. I'm going to try to diagram this for you. I'm going to try to diagram this for you. We have the word born and then it is born of 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 water that's a little chemistry and of the Holy Spirit that's just an abbreviation Now you'll notice that there is only one preposition and there are two objects to that preposition There is one preposition and both words are the object of the same preposition And they're joined by the word and And they're joined by the word and Now this is not the same had it been said this way born of water and born of the Holy Spirit These are two different things at least in Greek they are and if we all spoke Greek this would be a whole lot simpler than what we're doing now and if we all spoke Greek this would be a whole lot simpler было бы проще намного и для нас So this is not what he said Поэтому это не то что он говорил Now because he said it this way it tells us something И так как Иоанн сказал как в первом варианте это говорит нам что-то The second word is an explanation of the first Что второе слово оно объясняет первое слово It's not a different word than the first It's not A different word from the first Это слово оно не разделено не отделено от первого слова If it were a different word from the first Если бы оно было раздельно It would look like this то конструкция была бы такая во втором варианте Now do you understand what I've said? Понятно что я говорю? More important do you understand what Yeshua said? И очень важно понять что говорит Yeshua He's saying you need to be born of water Он говорит тебе нужно быть рожденным от воды That is you need to be born of the Spirit of God И это то что ты должен быть рожден от Духа Бога Когда вода является иллюстрацией Духа Божьего И возвратимся снова к истории нашей Ты учитель Израиля и не понимаешь этого Или же другими словами это можно найти в законе в пророках И ты не помнишь И поэтому то что нужно было вспомнить где можно найти такую конструкцию в пророках Я могу сделать предположение что вы все еще не выучили все Писание наизусть Поэтому для того чтобы сберечь некоторое время я вам скажу то место где это можно найти И 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 говорит это через пророка Я и залью чистую воду над тебя Я очищу тебя от твоих грехов И вот идет объяснение I I will put my spirit in you says the Lord Я вложу мой дух в тебя говорит Господь И это то что Никодим должен был вспомнить И есть похожий отрывок И Исаия 44 3 3 стих God says I will pour water on the thirsty ground I will pour out my spirit on my people water is the picture of the spirit of God and that's what Yashua говорил сказал демону now by the way when would the spirit of God be poured out on people such as this the rabbis understood this would be a sign of the messianic age so what was Nicodemus really asking Yashua you do these miracles and we know that only someone from God can do these miracles he wanted to know if this was the messiah and Yashua just said I am the messiah how do we know because through me you must be born of water and of spirit and this is a function of the messiah this is what the messiah does so do you now understand the story the story of John chapter 3 at least when you hear it with Jewish ears and you look at it with Jewish eyes and you look at it with Jewish eyes now I'd like to consider two more questions I'd like to look at the is derived from the yiddish expression new so what of what practical use is understanding patterning what практическое применение может быть в понимании моделей или образцов в писании he just told me to eat the microphone он просто сказал мне чтобы я съел микрофон it doesn't taste good он не очень хорошо как бы на вкус what I've done it before how is it я это делал раньше of what practical use is understanding patterning какое практическое применение понимания этого моделирования или образцов и как вы помните образцы моделирования очень важный принцип в герменевтике это очень важная часть в том как было интерпретировано писание в период второго храма now I'm going to be very rabbinic in answering this question и я буду очень равнистичен в отношении того чтобы ответить на этот вопрос I'm going to give you five answers я дам вам пять ответов and you know why I'm giving you five answers и знаете почему я даю вам пять ответов the first первое it's of use hermeneutically or with respect to interpreting scripture say it again it's of great use scripture так как это приносит очень большую пользу в том чтобы объяснять писание используя эти принципы герменевтики now if you're going to interpret it or understand literature whether the Bible or any other kind of literature then you need to be you need to follow this process то вы должны следовать за этим процессом observation comes before interpretation наблюдение оно идет до толкования and interpretation comes before application и толкование идет до применения if you do not follow that order если вы не будете следовать за этим порядком both your interpretation and your application will be wrong то ваше толкование применение будет неверно in other words observation is absolutely fundamental поэтому наблюдение является абсолютно фундаментальным it is foundational to interpreting scripture оно основательно в толковании писания discovering the patterns of the gospels и также это открытие моделей в Евангелиях is a very important part of observation очень важная часть наблюдения observation so we can interpret correctly наблюдение для того чтобы мы смогли правильно истолковать and apply scripture correctly и правильно применить писание this observation also lets us know something important и также это наблюдение отдает нам важную информацию that the gospels are Jewish literature что Евангелие является еврейской литературой so they must be interpreted Jewishly поэтому они должны быть интерпретированы с еврейской точки зрения in other words as a Jewish message другими словами как еврейское послание from a Jewish perspective с еврейской еврейской перспективы and something firmly rooted in Judaism и то что основательно укоренено в иудаизме second answer it protects us from error it keeps us from the error of misinterpreting scripture the kind of thing that often occurs того что происходит очень часто and once again being very rabbinic and once again and once again being very rabbinic and once again I'm going to give you five examples I'm going to give you five examples of this principle of this principle very often when Pilate the Roman governor is discussed and often when Pilate the Roman governor is discussed he's presented as a pressured and powerless ruler he's presented as a pressured and powerless ruler but if we remember the story of John 18, 19, and 20 he's compared to Haman he's evil he's not innocent he's not naive he's not pushed around и его не должны не должен кто-либо подталкивать сзади in fact he is scheming what? scheming plotting plotting or scheming и также он является принимает участие в заговорах he is manipulating манипулирует he's selfish он эгоистичен he is power hungry он жаждет власти in fact he's a powerful man и также он обладает этой властью that's the pilot we know of from history и это тот Пилат которого мы знаем из истории и это тот Пилат Евангелий если мы будем читать их правильно второй пример это тот который мы только что обсуждали что это значит быть рожденным заново или что значит быть рожденным от воды и духа ну теперь вы знаете в Эзекииле 36 Исаия 44 эти главы отвечают на этот вопрос третий пример это на горе преображения и вы помните три ученика поднимаются с Ишуа на гору и вначале ученики засыпают и вдруг они просыпаются и они верят Ишуа во всем его великолепии помните этот термин Икар слава это то о чем мы говорим здесь и также там есть Моисей и Илья и у них происходит беседа и Петр вмешивается и говорит давайте построим три кущи одного для Моисея одну для Моисея одну для Ильи и одну для Ишуа и в каждой следующей проповеди в учении за учением люди говорят о том насколько глуп был Петр но те люди которые говорят о нем как о глупом то эти люди сами становятся глупыми than they would want to be than they would want to be they are more like him than they would want to be и то они не хотели быть такими и на самом деле эти люди не похожи на Петра так как Петр был прав в том что он сказал и те которые изображают его они не правы почему я говорю это потому что как сказал Петр давайте построим три суки и почему бы он говорил это потому что в нашем еврейском календаре тот праздник который ожидает пришествия и правления Мессии на земле и изображает правление Мессии над Израилем это праздник суккот и также во время празднования суккот как мы знаем мы должны принимать особых гостей и один из этих особенных гостей это Моисей какова какова была роль Ильи его роль в том чтобы возвестить о пришествии Мессии и поэтому Петр просыпается он видит Иешуа во всем его царственном величии он видит того который объявит о пришествии Мессии и видит Моисея в качестве того гостя которого принимают на праздник суккот и он говорит наверное это праздник суккот давайте будем праздновать давайте построим сукку для Моисея одну для Ильи и одну в частности для Ишуа и слышен голос с неба он не кричал на Петра ты идиот ты неправильно сделал просто сказал что это не совсем правильное время слушай Иешуа и это все еще относится к будущему и у тебя только был шанс чтобы взглянуть в это будущее четвертый пример что Евангелия не являются антиеврейскими или антисемитичными и как вы помните этот термин относится к лидерам в Иудее термин евреи относится к религиозным лидерам Иудеи и в частности к Синедриону поэтому это не противостояние или враждебность в отношении еврейского народа но это то что относится к лидерам Иерусалима которые были в противоборстве с Иешуа пятый пример что Евангелия не являются антифарисейскими И снова когда мы будем читать их сквозь еврейский взгляд мы поймем это Каиафа и Саддукеи религиозные лидеры Синедриона они являются врагами и так же когда мы будем читать Евангелие от Иоанна Каиафас Каиафас is not only compared to Хейман Каиафас сравнивает не только с Аманом he may not even be considered Jewish at all may not be considered Jewish at all previous sentence Хейман or Нейман он не может считаться евреем remember the high priest at that time и помните первосвященника в то время I know you didn't live then to remember him ну я знаю что вы тогда еще не жили чтобы его запомнить the high priest had to learn Hebrew первосвященник должен был изучить еврит and had to be told the difference between an ox and a goat he certainly was not a Jew from Israel at least not functionally those are my examples now a reminder и сейчас напоминание we were going to make a correction from yesterday about pipes помните мы говорили о трубах о шафарах возле алтаря во время праздника суккот мы дали вам неправильный термин на русском что это есть вместо шафара были трубы по обеим сторонам алтаря что это были трубы которые наверное похожи на эту трубу которая здесь на обеих сторонах алтаря по обеим сторонам alright now third answer to what use is patterning и также третья польза от применения моделей или образцов it helps us spiritually это помогает нам в духовном плане according to Ephesians 1 17 и в соответствии с Ephesians 1 17 our goal is to know Yeshua better наша цель это чтобы знать Yeshua лучше and appreciate him even more чтобы лучше его оценить patterning shows Yeshua off like a fine jewel и также эта модель моделирования может представить для нас Yeshua как найденная жемчужина like the many facets or sides of a diamond как многоградные стороны изумруда бриллианта patterning in this way enables us to gain a clearer gain what enables us to gain a clearer clearer not cloudy моделирование помогает нам приобрести ясность and a fuller understanding of who Yeshua is as well as what he has done it helps us fourthly from a literary perspective в литературном плане because patterning provides depth моделирование оно дает глубину it adds dimension and richness to the picture of Yeshua это добавляет пространственность и богатство в изображении Yeshua и как мы это назвали несколько дней назад та картина которая может быть представлена в произведении искусства шедевр искусства и это пододавляет нас к тому чтобы ожидать и оценить this rich tapestry that is the picture of Yeshua это это богатое произведение искусства что изображает Yeshua it makes the picture of Yeshua no longer just flat like a sheet of paper и теперь изображение Yeshua образа Yeshua не плоское как лист бумаги но наполняет его жизнью и делает его трехмерным и полным жизни пятая причина для моделирования почему это настолько практично для нас это помогает нам апологетически patterning helps us to understand that the gospels are Jewish literature и моделирование помогает нам понять что Евангелие это еврейская литература и что это обращено к еврейским слушателям и что отчетливо они написаны еврейскими авторами и если они написаны еврейскими авторами the gospels the gospels are early то евангелие это ранее and they are reliable historically и они ранее и они достойны доверия им исторически подтверждают достоверность и то что они были написаны очень давно и также это относится к применению их я хочу также уделить внимание ключам в моделировании или то что мы раньше назвали как ремез и это мы видим в истории по дороге в Эмаус where it says twice in Luke chapter 24 и где упоминается дважды в Luke 24 в 24 главе от Луки что Yeshua opened their eyes to the scriptures что Yeshua открыл их глаза к пониманию Писаний и он показал им как они исполнились в нем он указал им на те модели те образцы которые были уже и что они исполнились в его жизни и что еще в продолжении сорока дней он провел время со своими учениками и учил их тому же самому и как можно сказать у них было еще сорок дней образования после высшего образования для того чтобы научиться всем этим замечательным вещам и то что они записали для нас и если бы этого не было достаточно he gave them a special gift we're told about it in John 14 26 he says I will send you the spirit of God and he will cause you to remember everything I've told you that's a verse that's addressed to the twelve and those who were close to them because they are the ones who heard him and therefore needed to remember what he had said so in addition to this wonderful memory that they had trained having memorized all of scripture having memorized all of scripture he provided them with the spirit of God to make sure they remembered accurately do you understand that's why they could do this so effectively now as I conclude I want to give you a warning on methodology patterning is not typology I'll repeat that patterning is not typology 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 reads the older testament forward older testament forward forward it finds the gospels in the older testament and also he also sees Yeshua in every detail and he sees Yeshua in every detail and patterning reads the newer testament backward it uncovers the older testament in the gospels it also раскry viet his zavet in evangelia it understands Yeshua against the background of and as a very important part of Jewish history religion and scripture and that's a major difference typology reads the older testament forward it finds the gospels in the older testament patterning reads the newer testament backwards uncovering the older testament in the gospels a second part of my warning this process is not for us it was a function of the apostles it comes directly from Yeshua's teaching of the specific teaching he gave to them and it's guaranteed by the spirit of God's special role that enabled them to make sure they got it right in other words it comes from what the authors wove in as if in a tapestry it comes from what the authors wove in as if it were a tapestry it's discovered through observation of the text and not from what we put into the text do you understand this yes or are you just hungry so then how can we recognize patterning correctly two principles here it's based on a thorough knowledge thorough complete knowledge a complete knowledge of the older testament and it also comes from a strong knowledge of Jewish history and literature that's principle one principle two patterning is demonstrated it's demonstrated by an important principle or understanding and this principle is found in ecclesiastes 4.12 and it's also found in Deuteronomy 19.15 Ecclesiastes 4.12 says a threefold cord cannot be broken that and that you can break in Deuteronomy 19 tells us everything is confirmed by the mouth of two or three witnesses so that means we do not discover patterning either by one or two coincidental connections or through spiritual speculation coincident соединений которые случайны или же в отношении духовных спекуляций in other words there must be at least three points of connection или другими словами по крайней мере должны быть три основных пункта в этой связи let me illustrate that mathematically я хотел бы это проиллюстрировать математически или физически если у вас будут две точки вы не можете определить из этих двух точек вы не сможете определить что это за фигура не так ли это может быть фигура любого плана но если будет третья точка примерно вы будете уже видеть форму этой фигуры поэтому это то почему вам необходимо по крайней мере три точки соединения которые очень отчетливы я голоден и поэтому моя последняя сессия в отношении примения будет после обеда первое у всех есть эти новые конспекты у всех был хороший обед и также у вас было достаточно времени чтобы вздремнуть не так ли поэтому это значит что вы не будете спать после обеда потому что у нас все еще есть в запасе два часа чтобы пройти и как я говорю пристегните ремни и когда мы завершили нашу сессию утром и так же я хочу сделать некоторое применение всех этих знаний и потом очень кратко я расскажу о том что произошло с Евангелиями после их написания и когда мы провели эти последние дни вместе мы научились чему-то по крайней мере когда вы пройдете тест вы увидите на самом ли деле вы выучились научились чему-то и когда вы будете проходить тест пожалуйста вспоминайте меня хорошим словом и помните что я не был тот который настаивал на тесте это был он и вот что мы изучили что в Евангелиях есть еврейская структура также еврейский фокус помните когда мы рассматривали Евангелие от Матфея что он показывал Иешуа по модели Моисея и также по модели Даниила и помните Марка он напомнил нам что Иешуа был великим раввином и что он был даже более велик чем Илья и даже более велик чем Елисей Лук told us about Иешуа as the priest king и Лука говорил об Иешуа как о священническом царе и что он исполнил все те характеристики которые относятся к первосвященнику не только своей родословной но и также то каким образом он жил и также его жизнь отражала его великого предка Давида и также очень была похожа на жизнь одного из патриархов Иосифа который как Иешуа очень сильно страдал даже и хотя он был невинен Иоанн помог нам увидеть еще другие модели Иешуа был как Иосифир и Мордахей и также его жизнь проходила в контексте всех праздников и поэтому в Евангелиях есть еврейская структура еврейский фокус но также у них есть еврейское содержание и они составлены из еврейских материалов The teaching style of Yeshua comes directly from the rabbis и также стиль обучения у Yeshua исходит из раввинистических материалов the sayings the parables и even the homilies they're like sermons sermonettes Yeshua used rabbinic statements he used them when he taught he used halachic argument он использовал halachic спор дискуссию для того чтобы доказать свой взгляд и также мы видели в евангелиях что евангелие следует за лекционным циклом за лекционными циклами чтения на шаббат и особенно праздник за праздником и вы помните как мы начинали мы говорили о том как евангелие может быть представлено различными способами и я перечислил все эти евангелия и я told you how many people frequently describe the gospels и также сказал вам как очень часто люди изображают евангелие я хотел бы сделать это снова но по другому и как выходит матфей вероятно был раввином a number a number of the commentators tell us this some even think that he was the student of Yohanan Ben Zakkai and Ben Zakkai was one of the most important rabbis in our history if it were not for Ben Zakkai if it were not for Ben Zakkai Judaism may not have survived the destruction of the temple Mark we know was a scribe how do we know this papius the second century church leader tells us this remember Peter preached and Mark wrote down what he preached he was a scribe he was a scribe Luke well he was at least a Levite we know this because he was so very familiar with the temple procedures only priests or Levites would have known these things he also knew the high priest remember he writes his book to a former high priest now I haven't told you about John yet so be ready for a surprise John was a priest and I don't mean John the Baptist who was in fact a priest который was a priest now how do we know John was a priest how do we know John was a priest we know we know if we read the gospels with Jewish eyes of course you remember the story of Peter in the courtyard of the high priest И, конечно, вы помните эту историю о Петре во дворе первосвященника. Когда он трижды отрекся от Ишуа. Помните, что Евангелие говорит нам об Иоанне? Когда Петр стоял вне двора. Но Иоанн, он вошел прямо в дом первосвященника. И не каждый мог это делать. Только те, которые сами были священниками. И те, которые знали первосвященника. Представьте себе, если вы входите к кому-то в дом, кого вы не знаете. Я думаю, что вы поняли это. И я думаю, что мы должны рассказывать эту историю немного по-другому. Особенно, когда мы осознаем все эти данные, всю эту информацию. Матфей, Равин. Марк, книжник. Лука, Левит. И Иоанн, священник. Это другой набор Евангелия. Чем тот, который вы знали до этого, до начала наших занятий. И так же хочу напомнить о способе применения. В процессе того, когда мы рассматриваем эти очень еврейские Евангелия. И это очень очевидно, что они были написаны евреями. И они не были изменены какими-то монахами в каких-то монастырях. И точно не ранней церковью. И этот еврейский набор информации. И эти модели, которые мы видели. Это все находится за пределами реальности ранней церкви. Это также находится за пределами и недостижимо в понимании для ранней церкви. Так как все это еврейское, и это не представляло интерес для ранней церкви. И слишком часто, к сожалению, в ранней церкви Ранняя церковь была антиеврейская. И это означает, что все эти Евангелия, которые мы рассматриваем, Они подлинно достоверны. И они были написаны еврейскими свидетелями. И они представляют древние документы первого века. И они были написаны до разрушения второго храма. И также исторически они были верны. Это такие рассказы, на которые можно положиться, Которые можно доверять. По крайней мере, это то, что было написано в начале. И это меня подводит к тому, чтобы дать вам мысли В отношении того, что произошло после их написания. И, как вы помните, в соответствии с рабинистическим принципом того дня, Талмудим, апостолы, или апостолы провозглашали послания в переходе мессианской веры. Они делали это устно. И, конечно, это привлекало некоторых слушателей. И когда это происходило в течение многих лет, Некоторые из апостолов начали писать. Так как возникали некоторые ситуации, Которые угрожали ранней мессианской общине. Тем мессианским общинам, которые они организовали. И, как хорошие рабины, они должны были что-то делать в отношении таких ситуаций. Much like the rabbis have always responded. Much like the rabbis, yes. So, in some sense, the Gospels are also rabbinic responsa. Поэтому в некотором смысле Евангелие также являются раввинистической responsa. They were dealing with all kinds of threatening situations. И так как им пришлось разбираться с различными видами угрожающими ситуациями. There were gnostic influences. И с влиянием гностиков. There was legalism. И с законничеством. In some cases, there were problems with what you might call pneumatics. Misuse of the gifts of the Spirit of God. Pneumatics. Pneumatics. It comes from a Greek term. It's a science-like. Pneumatics. It's a неправильное понимание и истолкование даров Святого Духа. As a result of all these kinds of things. And as a result of all these kinds of things. It was felt that an official story needed to be prepared. Pneumatics. It was felt that an official story needed to be prepared. Pneumatics. It was felt that an official story needed to be prepared. The oral preaching for the present. Для того, чтобы дополнить устное учение в настоящее время. As well as guide the communities into the future. И в то же время вести общину в будущее. Because the apostles would not live forever. Так как апостолы не будут жить вечно. Now doing what's called the post-apostolic period. И во время, как он называется, пост-апостольского периода. The believing communities had to sort through a growing and increasingly confusing body of literature. Растущая община должна была сортировать растущее число различной литературы. They had to determine what was true gospel and what was not. И они должны были определить, что является истинным Евангелием, а что нет. И должны были раскрыть то, что истина совпадала и соответствовала апостольскому учению. The end result of all of this is what we call the New Testament canon, or scriptures. В результате это привело, как это мы называем, новоапостольским каноном, или писанием. There were four standards that were used. И в процессе этого использовались, использовались четыре стандарта. They were used to evaluate the literature that had accumulated. Для оценки той литературы, которая уже накопилась к тому времени. The literature that claimed to be truly apostolic. И той литературы, которая претендовала на позицию апостольской. И вот эти четыре уровня, четыре стандарта. Первый стандарт имеет связи с апостолизмом. Первый стандарт апостольства. В другим словам, был ли этот документ написан апостолом? Или учеником, или же близким другом? Другом апостолом. That was important because of the promise of John 14. И это было важно в соответствии с обетованием в Евангелии от Иоанна 14 главе. Where Yeshua promised his inner circle of followers. Inner circle. Inner circle. Когда Yeshua обещает своим самым ближайшим последователям. That the Spirit of God would help them remember what he had taught. Что Дух Божий, который поможет им помнить все то, чему они научились. Second standard was this. Второй стандарт. Historicity. Историчность. In other words, this is the test of what we call prior usage. Или это такой тест, которым мы можем назвать первостепенное использование. Was there a reliable history of this document being used by the community? Was it reliable? Reliable Messianic community. Была ли это достоверная история? A reliable history of its use by the early Messianic community. Let me phrase it. This document. Было ли доказательство того, что этот документ. Использовался ранними мессианскими общинами. На протяжении декад или даже столетий.